Великой Отечественной Великой Отечественной Великой Отечественной Местные жители обращались во все возможные инстанции. Везде выслушивают, сочувствуют и даже обещают помочь. Вот только проблема так и не решается. Ну, как живем? Вот так живем, мама плачет постоянно. Здесь у нас мебель, которую брат строил, у нас уже мой папа похоронили, я сына здесь похоронила. Брата, как говорится, нас отсюда переезжать, мы ни в какую не будем, даже говорить нечего об этом. Мебель сломалась, она сгнила, даже у нас же ее в колонку капать, ведра подставляем, прям ведра на самом деле. Обещал жилистный контор, как будет дождь, мы придем посмотрим, как будто мы здесь врем. Никто не пришел за все года, никто никому ничего не надо. Деньги мы платим регулярно. Единственное, естественно, на счету, за капремонт у нас наверняка деньги есть. Уж на шифер, на листов 10, может быть там 8, наверняка, наверное, хватит. Вот так вот и живем, плачем, а куда деваться живем. Каждый раз люди за свой счет приводят в порядок жилье. Хватает ненадолго, крышу починить финансов точно не хватит. Сетуют пенсионерки. Иссякли уже и личные финансы, и эмоции. Женщины надеются, что хотя бы с помощью огласки их проблемой займутся.